Давайте посмотрим на известных людей из мира шоу-бизнеса и телевидения, которые выжили после попытки самоубийства. Таким способом, к сожалению, свою жизнь заканчивают около миллиона человек ежегодно. И ещё 20 миллионов совершают безуспешные попытки. Все мы помним грустные истории Мурата Насырова, например, Игоря Сорина. Пыталась покончить жизнь самоубийством Лена Перова, солистка популярной группы Лицей. Лена попала в НИИ Склифосовского после ДТП, которое она сама спровоцировала. У неё были все руки, изрезанные в области запястья. Сначала Лена уверяла всех, что рано получила в аварии, но потом всё-таки призналась в суициде. Причина этого поступка такова – Лену абсолютно перестали приглашать на ТВ. Через некоторое время ситуация повторилась. Лену нашли в её квартире без сознания, с признаками отравления. Теперь её неприятности закончились. Она работает на детском радио, ведёт одну из программ. Марка Богатырёва мы знаем по сериалу «Кухня». Попытку самоубийства он совершил из-за неудачного романа с коллегой, актрисой Еленой Подкаменской. Марк сначала всё отрицал, но несколько лет спустя признался. Он действительно пытался покончить с собой, порезав вены и наглотавшись снотворного. Всё, что с ним произошло, он рассматривает как испытание на твёрдость характера и на силу духа. Он говорит о том, что обрёл иммунитет и теперь всегда будет находиться в здравом уме и останется нормальным человеком. Совершала попытку суицида и Валерия Гай Германика, режиссёр и телеведущая. Она наглоталась таблеток достаточно слабых, поэтому Валерию быстро откачали. Врачи говорят, что это был демонстративный суицид. Никакой опасности для её жизни не было, Валерия просто хотела напугать своих близких. Германика же всё отрицает. Никакого самоубийства не было, говорит она, всего лишь небольшое алкогольное отравление. Больше таких неприятностей в жизни Валерии не было, даже когда её беременную бросил муж, танцор Вадим Любушкин. Сейчас Валерия православная христианка, она ведёт программу на телеканале Спас. Поговаривают о том, что Василий Степанов, звезда фильма «Обитаемый остров», пытался выброситься из окна. Он находился в депрессии, бросил учёбу, отказывался от любых предложений и, судя по всему, злоупотреблял алкоголем. В новостях писали, что парень выпал из окна, был доставлен в психушку, где у него диагностировали шизофрению. Мать Степанова встала на защиту сына. Она рассказала, что Вася пытался достать кота, поэтому и выпал из окна. Сейчас Степанов не снимается, ему это неинтересно. Анастасия Егорова, актриса сериала «Универ», тоже пыталась уйти из жизни. Она выпила почти все таблетки из домашней аптечки и запила их крепким алкоголем. Её нашли в ванной, потерявшую сознание. Девушка была в депрессии из-за расставания с Семёном Фроловым, участником Дома-2. Выйдя из больницы, Настя сразу же опровергла новость о попытке самоубийства. Она сказала, что это была случайность. Она приняла успокоительное, корвалол, а затем употребила немного алкоголя, чтобы успокоиться и уснуть. Но уснуть не смогла, поэтому выпила ещё и снотворное. И совершенно случайно все препараты оказались несовместимыми. Участница Дома-2 Саша Шева недавно тоже призналась в грехе. Она пыталась покончить жизнь самоубийством, в то время, когда была в отношениях с Витей Шароваровым и находилась на острове любви. Виктор тогда бросил Шеву ради Лены Хроминой. Также Шеву стал травить коллектив, как мать-кукушку. Она ведь уже несколько месяцев не видела дочь. И всё это сказалось, конечно же, на её психологическом состоянии. Шева три раза кидалась на камни и на прилив. Она буквально сходила с ума, у неё были дикие истерики. Сейчас у девушки всё нормально. Она находится за периметром в новых отношениях. Участница битвы экстрасенсов Мэрилин Кера тоже пыталась убить себя. Она перерезала себе вены и глотала таблетки. Всё закончилось бы трагически, если случайно бы не появилась её подруга, которая вызвала скорую. После этого страшного опыта Мэрилин обещает никогда больше не испытывать судьбу и жить, несмотря ни на какие трудности. Илья Глинников, актёр сериала «Интерны», сделал неудачную попытку самоубийства из-за предательства любимой девушки. «Меня обманули, — говорит он, — я сошёл с ума на какой-то момент. Я попытался уйти из жизни, и меня откачали только на утро в больнице». Имя девушки он не назвал, но сказал, что она была актрисой. И все поняли, что речь идёт о его бывшей возлюбленной, Аглае Тарасовой. Сейчас Илья одинок, но надеется на лучшее. У жизни радостной Чулпан Хаматовой тоже был когда-то сложный период, когда ей абсолютно не хотелось жить. Попытка самоубийства была у неё в юности. «Я и таблетки пила, — говорит она и пыталась покончить жизнь самоубийством. Причину я не помню». Больше повторять подобные эксперименты она не намерена. Пыталась свести счёты жизни и другая участница дома-2, мама Саши Гобозова Ольга Васильевна. После разборок с Лианой Устиненко и с сыном она пыталась повеситься в лесу, рядом с периметром телестройки. После очередной ссоры женщина расплакалась и убежала. А через некоторое время участники заметили, что её нет нигде, стали искать. Первым нашёл бабушку Александр Садойнов, она висела в петле. Ольгу Васильевну спасли. Многие сомневаются в том, что она хотела покончить с собой. Скорее всего, это был спектакль. Она просто пыталась привлечь к себе внимания. Возможно, это просто пиар-ход. Однажды Марина, дочь Ольги Васильевны, призналась, что матери за постоянные интриги и скандалы пообещали заплатить миллион рублей. И она старательно отрабатывает эти деньги. Сама Ольга Васильевна спустя некоторое время назвала эту попытку суицида шуткой. Но через несколько дней она снова полезла в петлю. На этот раз у себя дома в городе Лермонтов. Телебабушки опять не позволили уйти из жизни. Её спасли соседи. Субтитры создавал DimaTorzok